Идея размещения европейских войск в Украине вызвала предсказуемые возражения. Кремль был возмущен недавними заявлениями Макрона и других и предупреждает о войне, возможно ядерной, со всей Европой. Вашингтон и Берлин также отреагировали гневно, и Германия и Соединенные Штаты строго ограничивали помощь, которую они оказывали Украине на протяжении всей войны, беспокоясь о том, что Россия может выполнить свои угрозы эскалации, и резко критиковали более агрессивно настроенные европейские государства за то, что они считают ненужной провокацией. Такая позиция не умаляет преимуществ, которые европейские силы могли бы предоставить Украине, и тот факт, что Берлин, Москва и Вашингтон отреагировали так резко, показывает, почему так важно провести эту дискуссию. Европейские лидеры продемонстрировали, что можно выйти из односторонних дебатов об эскалации, которые пока что работали на пользу России. В предыдущей модели Москва угрожала эскалации, а Берлин и Вашингтон отвечали словами и действиями, направленными на деэскалацию ситуации. Это удерживает как Германию, так и Соединенные Штаты от отправки более совершенных ракетных систем, в которых отчаянно нуждается Украина. Теперь же Европа угрожает, а Россия чувствует себя крайне неуютно. Слишком многие политики, эксперты в США и Европе повторяют тезисы самого Путина, предупреждая, что любое внешнее вмешательство в Украину приведет к Третьей мировой. В действительности отправка европейских войск была бы нормальным ответом на конфликт такого рода. Вторжение России нарушило региональный баланс сил, и Европа жизненно заинтересована в исправлении этого дисбаланса. Очевидный способ сделать это – предоставить спасательный круг украинской армии, которую Соединенные Штаты снова могут оставить без помощи, и лучшим спасательным кругом были бы европейские солдаты. Если политика в Соединенных Штатах не изменится, Украине потребуются альтернативные источники помощи, чтобы продолжать борьбу, и Европа является естественным ее сторонником. Европейские силы могли бы провести небоевые или боевые операции, чтобы ослабить часть давления на Украину. Строго небоевую миссию легче было бы продать в большинстве европейских столиц. Европейские силы могли бы заменить украинцев, выполняющих логистические функции, например, обслуживание и ремонт боевых машин. Оставаясь к западу от реки Днепр, естественного барьера, защищающего большую часть Украины от наступления России, европейские силы продемонстрируют, что они здесь не для того, чтобы убивать российских солдат, предупреждая неизбежное обвинение России в европейской агрессии. Часть украинской техники уже отправляется в Германию, Польшу и Румынию для капитального ремонта, но выполнение этой задачи ближе к фронту ускорит процесс, сократит время вывода техники из боя и высвободит больше украинских сил для выполнения боевых задач. Французские, польские и другие европейские военные советники могли бы проводить подготовку на территории Украины для дальнейшей профессионализации вооруженных сил страны. Если дополнительная мобилизация в Украине расширит украинскую армию в следующем году, что кажется вероятным, то увеличение возможностей по обучению новобранцев внутри Украины будет особенно полезным. Конечно, европейские силы могли бы сделать больше, чем просто ремонт и обучение. Самая ограниченная форма европейских боевых задач все еще может оставаться к западу от реки Днепр и носить оборонительный характер. Одна из таких миссий может включать усиление возможности противовоздушной обороны Украины в этом регионе путем размещения личного состава, предоставления оборудования или даже принятия на себя командования и контроля над украинской системой ПВО. Риски эскалации будут минимальными, поскольку у европейских сил будет мало шансов уничтожить российских военных летчиков, именно над этой территорией, которые запускают боеприпасы в Украину из воздушного пространства Белоруссии и России. Но они помогут сбивать крылатые ракеты и дроны. При этом батареи ПВО под руководством Европы высвободят больше украинских войск для защиты сил вблизи линии фронта, а также помешают попыткам России разрушить критически важную инфраструктуру и запугать украинское население, вынудив его сдаться. Европейские силы могли бы выполнять и другие оборонительные и гуманитарные задачи, такие как разминирование и обезвреживание неразорвавшихся российских боеприпасов. Передача такой работы от украинского персонала поможет защитить гражданское население и поддержать восстановление экономики Украины, поскольку фермеры сейчас с трудом сажают и собирают урожай на полях, полных мин и других неразорвавшихся боеприпасов. Другая боевая роль, которая, как и задача противовоздушной обороны, скорее всего, не будет затрагивать российские войска, будет включать патрулирование частей украинской границы, где не размещены российские войска, такие как побережье Черного моря и граница с Беларусью и Приднестровьем. Охрана этих флангов высводит более 20 тысяч украинских военнослужащих, а также оружие и боеприпасы, которые они имеют для боевых действий на передовой. Это также уменьшит вероятность открытия нового фронта вдоль этих границ, поскольку Россия почти наверняка будет стремиться избежать расширения войны путем нападения на другие европейские вооруженные силы. Европейские силы также могли бы помочь обеспечить безопасность оставшихся украинских портов на Черном море, которые жизненно важны как для украинской экономики, так и для глобальной продовольственной безопасности. Освободив дополнительных украинских солдат. Любая европейская операция в Украине будет иметь эмоциональный вес. Присутствие европейских войск поднимет моральный дух украинского народа и убедит его в том, что будущее его страны находится в Европе. Наконец, Европе необходимо рассмотреть возможность прямой боевой задачи, которая поможет защитить украинскую территорию к западу от Днепра. Помимо уменьшения нагрузки украинской армии в этих регионах, присутствие европейских войск сделает маловероятным продвижение российских войск через реку, защищая большую часть Украины от завоевания. Одной из потенциальных целей России является Одесса, главный порт Украины, куда отправляется большая часть экспорта страны. Если бы европейские войска, находящиеся поблизости, имели бы право защищаться, стреляя по наступающим солдатам, они могли бы помочь предотвратить потенциальное российское наступление, которое, учитывая стратегическое положение Одессы, могло бы задушить украинскую экономику и подготовить российские войска к потенциальному вторжению в Молдову. Москва попытается представить любой смертельный ответ на российскую атаку как европейскую агрессию, но Россия будет нести ответственность за любую эскалацию. Риск того, что размещение европейских солдат в Украине в любом качестве приведет к эскалации конфликта, преувеличен. У России очень мало возможностей для расширения своих обычных атак, если не считать развертывание биологического или химического оружия. Она уже потеряла более 90% своей довоенной армии, сотни тысяч жертв, десятки тысяч боевых машин уничтожены, а подавляющее большинство его самых современных систем вооружения не за расходом в нападениях на Украину. Санкции сделали российское производство оружия более трудным и дорогостоящим, а размещение войск в Украине оставило России бы едва достаточные силы для охраны остальной части ее длинной границы, не говоря уже о проведении значительной операции против других европейских государств. В январе 22-го года российская армия считалась второй после армии США. Сегодня это, возможно, даже не самая мощная армия в Украине. Но если европейские лидеры позволят России победить в Украине, вывод Путина будет заключаться в том, что ядерные угрозы позволяют ему завоевать больше стран, не провоцируя при этом европейский ответ. Реальный вопрос заключается в том, будет ли Россия на самом деле использовать ядерное оружие, если европейские войска войдут в Украину. Пожалуй, это уже спорный вопрос, пишет автор, учитывая, что сейчас на территории Украины действуют силы специальных операций западных стран. Москва регулярно использует агрессивную риторику по отношению к членам НАТО, но до сих пор она только лает и не кусается, избегая контактов с силами НАТО и вместо этого сосредотачиваясь на соседних странах за пределами Альянса, таких как Грузия и Украина, от которых она может безопасно отмахиваться. Путин угрожал атаковать Польшу, Румынию и страны Балтии еще в 2014 году, а в течение следующих нескольких лет он угрожал вторгнуться в Финляндию и Швецию за вступление в НАТО, Норвегию за размещение дополнительных войск США, Польшу и Румынию за размещение объектов противоракетной обороны и любые европейские страны, которые разрешили размещение американских ракет на своей территории. За последние полтора десятилетия Кремль угрожал или проводил военные игры, имитирующие использование ядерного оружия против Дании, Польши, Швеции, Украины, Великобритании, стран Балтии и Европейского Союза, в целом и, конечно, НАТО, в частности, США. В какой-то момент европейские лидеры должны проигнорировать бряться неоружием Путина, которое является всего лишь пропагандой, основанной на необоснованном представлении о том, что НАТО хочет напасть на Россию или вторгнуться в нее. В конечном счете Россия не может позволить себе воевать с несколькими европейскими странами одновременно, не говоря уже о том, чтобы начать ядерную войну. Субтитры создавал DimaTorzok